Дорогие коллеги, добрый день! Мы продолжаем наши короткие сюжеты о теологии, о теологии как отрасли знаний в современной России. И сегодня участие в разговоре принимает священник Дмитрий Лушников, кандидат в богословие, доцент, заведующий кафедрой богословия Петербургской духовной академии. Отец Дмитрий автор многих работ, в том числе учебника «Основное богословие», который в 2015 году получил первую премию издательского совета как лучший учебник года. Вот об основном богословии как предмете в духовных школах, о его роли в системе духовного образования и внутри отрасли теологии я попрошу отца Дмитрия рассказать. Ну вот само название предмета основного богословия или фундаментальной теологии, вот использование этой метафоры, основа или фундамент уже свидетельствует о его предметном значении, его целях и задачах. Основное богословие или фундаментальная теология, как богословская дисциплина, занимает, согласно вот этой метафоре, основа или фундамента, наверное, вот главное положение в ряду других богословских наук. Мы сейчас говорим о необходимости все-таки существования основного богословия, как попытки дать рациональное обоснование возможности христианской веры. Эта задача, она стояла в основании, в принципе, евангельской проповеди, быть понятными окружающему миру. А через что быть понятными можно окружающему миру? Через то, что, естественно, присуще каждому. Через логические законы, через разум. Вот к чему мы обращаемся. Но ведь сам по себе это обращение к разуму или приведение таких вот обоснований, которые могут только заставить задуматься человека. Они не дадут самой живой религиозной веры. Это всегда внутренний, личный шаг человека на встречу к Богу. И вот здесь мы находим как раз-таки гармоничное сочетание требований или способа существования человека разумного с другой заложенной в него потенциальной возможностью веры в Бога, молитвы к Богу. То есть в конечном итоге эта истина должна стать содержанием и сознания человека, и сердца самого человека. То есть эта евангельская проповедь должна быть не просто слышима, а услышана. Это разница. Эти два понятия – слышать и услышать, слушать и слышать – это две разные вещи. И вот изначально речь-то шла именно о том, чтобы усвоить содержание евангельской проповеди. И здесь как раз-таки вырастает задача основного богословия – открыть через разум сердце человека для восприятия божественного, для восприятия подлинного смысла, когда бы человек мог четко и ясно определить в себя цели своего бытия, цели своего существования. Но вот в церковной и околоцерковной среде распространяется зачастую такое мнение, что религиозная вера должна быть лишена всякой рациональности. Это позиция искусственная, потому что самим Богом заложена в нас способность к саморефлексии, к самоосмыслению, к поиску смысла, для чего ты живешь. Вот ни одно млекопитающее такой вот проблематикой-то не загружено и не связано. Там просто вот исполнение или выполнение того, что заложено самой природой, инстинктов, как мы называем это, есть, пить, размножаться и вот самосохраняться от негативного воздействия окружающего мира. У человека же есть способность к саморефлексии, и она не может не участвовать в самом главном, что должно быть в человеке – в религиозной вере, которая, конечно, своей целью и задачей имеет познание Бога. Но познание не просто информативное, вот мы узнали о том, какой Бог, а познание носит антологический характер, и необходимым является именно соединение с Ним, сопричастность к Божественному, что в соответствии словам апостола Петра «Все мы призваны стать причастниками Божеского Весистства». В этом смысл и глубокое содержание церковной и религиозной жизни – познать Бога и с Ним соединиться. Вот в тот короткий промежуток времени, который мы находимся здесь, в этих вот условиях пространства и времени, нужно успеть сделать главное – познать Бога и с Ним соединиться. Методологически и содержательно основное богословие предшествует богословию догматическому. Почему? Потому что касается аргументации или обоснования разумности самой вообще как таковой, в принципе, христианской веры, претензий христианской веры на некую разумность. И вот, исходя из этого, можно выделять такие два основных направления, которые есть внутри самого фундаментального богословия основного. Это задача апологетическая и задача внутренняя, касающаяся осмысления и рефлексии над самим фактом веры, который есть у человека. И если мы говорим о палагетике, о защите христианства, прежде всего в прямом значении этого слова, то здесь мы обнаружим эту традицию с первых веков христианства. Каким образом быть понятным внешнему, еще не принявшему христианство миру? Только лишь на основании присущего каждому человеку естественного способа восприятия реальности при помощи разума. И вот найти эти основания, разумные для религиозной веры, и было задачей, и предложить их миру, и было задачей апологетического или фундаментального основного богословия. Но кроме этого, человек вот так устроен, что он же не просто безотчетно живет, не пытается осмыслить себя, свою жизнь, обрести смысл, найти подлинное содержание, четко для себя понять цели, для которых он живет. И вот здесь фундаментальное богословие, как раз-таки ответ на эти вопросы. Отец Дмитрий, может быть, вы скажете, какова история преподавания этого предмета в духовных школах, дореволюционных, в университетах, если такова история была, и каковы перспективы, вот зачем сейчас основное богословие, например, университетской теологии? Ну вообще эта наука, вот так вот в законченном виде, как фундаментальное богословие или основное, как мы его знаем, формируется в первой половине XIX века. Формируется на Западе, но в какой-то момент начинают переводиться труды, преимущественно немецких богословов, апологетов, и эта наука начинает появляться сначала как введение в богословие, потом вновь как основное богословие. В общем-то, вот эта вот вводная часть свидетельствует не о том, что это какая-то вспомогательная дисциплина, а о том, что она необходимым образом должна стать фундаментом дальнейшего движения. Но сейчас в нашу пиксельную эпоху, в эпоху твиттового мышления молодежи, какое место у этой дисциплины, этого предмета, вот так, как вы обрисовали его задачи, в теологии, которая преподается не в духовных школах, а в университетах. Но вообще традиция древолюционная была преподавание основного богословия в ведущих университетах России. Это и Московские университеты, и Санкт-Петербургские, и Харьковские, и Киевские университеты, и Томские университеты. И именно, ведь как было преподавать богословие, вопрос стоял. С чего начинать? Вот чисто с догматики, с изложения христианского вероучения, со ссылкой на авторитеты священного писания, на святых отцов, это будет малопродуктивным для неподготовленной аудитории. Сначала нужно, в принципе, обосновать, и аргументир обосновать, и изложить основы религиозной веры как таковой. Показать, что она не является чем-то невежественным, неразумным, что на самом деле религиозная вера отвечает глубинным запросам человеческого существования. Если мы возьмем чистое философское знание, рациональное, и теологию, как теологию откровения, то вот как раз-таки фундаментальная теология, основное богословие, находится на этом стыке. Вот нельзя сразу говорить об откровении, потому что нужно необходимо сначала обосновать вообще возможность и истинность этого откровения. Не могу не спросить в завершении нашей беседы о том, какое место доказательств бытия Божьего занимает в основном богословие? Ну, с доказательствами бытия Божьего такая интересная история произошла. Мы знаем уже и у первых апологетов, и представителей схоластики, попытки предложить некие рациональные обоснования существования Бога. Но вот доказательствами-то их назвал именно Эммануил Кант. Назвав доказательствами, показал, что это не доказательства. До Канта никто их доказательствами и не называл. Это были аргументы. Это аргументы или обоснования веры. И они ведь не искусственным образом происходили. Никто не садил, сейчас я придумаю некий аргумент. Они ведь происходили, эта аргументация вся, на основании наблюдением за окружающим миром, на основании наблюдением за внутренним миром человека. И если мы возьмем античность, ведь требования разума были у Анаксагора, Платона, Аристотеля к тому, чтобы сказать, что Бог должен быть един. Это естественные рациональные требования. Но если мы говорим о том, что есть два божества или несколько божеств, то каждый из них перестает быть таковым, поскольку ограничивают силу и могущество другого. Но проблема все равно не была решена, поскольку непонятно было, откуда материя. Говорили, что о вечной Боге материя. У Анаксагора так просто речь шла о том, что есть некий мирообразующий дух, который приводит в порядок всю эту халатичную существующую материю. И в то же время они понимали то, что вопрос дуализма возникает. Если она с о вечной Богу, так она так или иначе независима и опять-таки решает Бога абсолютности, необходимых требований к его бытию, как неограниченности. Платон минимизирует значение материи, называет ее мион. А Аристотель говорит об этом материи, как только о возможном бытии. И вот известный аргумент космологический в изложении Аристотеля касался как раз-таки объяснения движения всего в мире. И он приходил естественным образом, приходил к утверждению самодвижущего начала. То есть я хочу сказать о том, что сами эти аргументы не являются искусственными. Это естественное движение разума. Человеческого разума по пути к Богу. По пути, прежде всего, к осмыслению своего бытия, как он устроен, это бытие. И здесь движение таково, что оно неминуемо приводит к утверждению или к признанию, к требованию в любом случае, уж минимум, существования абсолютного начала бытия. И это было до христианства еще. И если говорить уже вот так вот серьезно о доказательствах бытия Божия, конечно, они не являются ни дедуктивными, ни индуктивными. Хотя есть и современные православные теологи, например, известный уже в России Ричард Суинберн, принявший православие, который говорит, что это хорошие дедуктивные доказательства. Но все-таки в современном основном богословии или в философской теологии, к светскому варианту основного богословия, не претендующим на какие-то решения каких-то апологетических задач, принято считать эти аргументы абдуктивными, то есть касающимися неформальной логики или пирсовскими аргументами. То есть аргументами от лучшего объяснения. На самом деле атеизм, который часто уповает на наличие неких научных данных, научной обоснованности несуществования Бога, таких данных не имеет. Еще для Цицерона, вряд ли его можно обвинить в симпатиях, заподозрить в симпатиях христианства, говорил, ну нелепо предположить, что мы наугад, если будем бросать буквы греческого алфавита, то получится хотя бы один стих из поэма Гомера. Это требование, по которым движется человеческий разум, но не предвзятый себя ведущий, а именно в поисках истины. И вот здесь задача основного богословия как раз-таки расчистить этот путь от ложных мнений, от намеренного отрицания истины, когда, по сути, ведь атеизм предстает не как научное знание, а как вид веры. Но вот меня всегда волновал вопрос, почему же все-таки Бог не дал возможности создания таких аргументов, которые бы обладали стопроцентной убедительной силой? Почему так? Тогда для чего вера нужна была бы? А все дело в самом устроении человека. Вот если когда мы говорим об образе Божьем, что человек создан по образу Божьему, ну, согласно светоотеческой традиции, наиболее яркими проявлениями этого образа Божия является разумность. Разумность и автоксустия, да? Вот это вот свобода воли. Бог не механически действует на человека, не заставляет его принимать Бога обязательным порядком. Он оставляет ему эту свободу. Свободу выбора самостоятельного, быть ли ему с Богом или противопоставлять себя, свое бытие Богу, вот утверждая свою самодостаточность. Ну что ж, по-моему, исчерпывающее для начала. Мы поняли, что такое основное богословие, и мы поняли, мне кажется, дорогие коллеги, что этот курс необходим не только в духовных школах, но и в университетах. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Спасибо.